Самыми эффективными операциями ССО России считаются боевые действия с самарийскими пиратами, контртеррористические операции на Северном Кавказе, работа в Сирии и участие в освобождении города Алеппо в 2016 году. Но неужели в каждой из них нельзя было обойтись силами других спецподразделений? Смотрите видео до конца, чтобы узнать об этом. Приветствую, на связи Нью-Солдат. Аббревиатура ССО расшифровывается как «Силы специальных операций». Это элитное воинское формирование Минобороны России. Но ССО существует не только у нас, они есть и в армиях развитых стран мира, причем уже давно. Например, в США решение о создании единого командования ССО было принято после неудачной операции «Коготь-Орла» в 1980 году, когда американцы не смогли освободить своих соотечественников, блокированных в посольстве после Исламской революции в Иране. Уже после громкого провала во время разбора полетов выяснилось, что виной всему отсутствие координации между различными подразделениями, а соответственно и недостаток слаженности и молниеносности в работе. В результате было принято решение о реформировании Министерства обороны США и создании ССО. Произошло это в 1987 году, а первым их командующим стал генерал Джеймс Линдсей. На сегодняшний день в американских ССО по официальным данным служат около 58 тысяч человек, из которых 48 тысяч сотрудников работают за рубежом. Аналогичные силы спецоперации есть в Англии, Израиле, Канаде и других странах. Проблема создания ССО встала ребром. Тогда, в 2004 году, оказалось, что разрозненных сил различных силовых ведомств недостаточно для успешного решения антитеррористических задач. У ФСБ на тот момент был свой центр специального назначения со знаменитыми «Альфой» и «Вымпелом», у внутренних войск – отдел специального назначения в составе разведуправления. А у Минобороны – разрозненные бригады спецназа и разведчики, которые тогда как раз активно работали на Северном Кавказе. Самая большая проблема с организацией и применением войск специального назначения была у армии. Бригады спецназа, дислоцированные в разных уголках страны, подчинялись исключительно окружному командованию. За действия спецназа отвечал тот, кто подписывал боевое распоряжение. Как правило, командующий округом и начальник штаба. Если силы войскового спецназа применялись в Чечне, которая была объявлена зоной контртеррористической операции, то в таком случае они выполняли приказ командующего объединенной группировкой войск и сил на Северном Кавказе. Возникал резонный вопрос. Если спецназ ГРУ оперативно подчиняется округу, то чем в данной ситуации занимается само Главное разведывательное управление, а конкретнее 14-е управление, отвечающее за силы специальной разведки. В результате руководство страны в очередной раз созрело для создания особой структуры для борьбы с терроризмом. В это время проблемой создания ССО занимался полковник спецназа ГРУ Владимир Квачков, прошедший Афганистан, Таджикистан и Чеченскую кампанию. Вместе с коллегами он тщательно разработал программу функционирования ССО в российских реалиях и представил тогдашнему начальнику генштаба Юрию Балуевскому директиву о создании войск специального назначения в структуре Министерства обороны. Тот проектом остался доволен во многом еще и потому, что не нужно было затевать грандиозную реформу. Для воплощения этого замысла практически ничего кардинально нового не требовалось, при том, что ССО по сути является самостоятельным отдельным родом войск. Изначально предполагалось создать силы специальных операций на базе ГРУ. Когда распоряжение и информация дошли до тогдашнего начальника ГРУ Валентина Корабельникова, он заявил «не хватало мне еще солдатскими портянками заниматься». Эта фраза еще долгие годы передавалась из уст в уста среди офицеров ГРУ. Тогда организацию решили создавать под прямым подчинением Генштабу. И это, кстати, было лучше. Таким образом, получалось, что в руках начальника Генштаба могла появиться мощная структура для борьбы с терроризмом, а также для выполнения оперативных боевых задач в любой точке планеты. Директива о ее создании была подписана генералом Балуевским за восемь дней до ареста Квачкова по подозрению в покушении на Анатолия Чубайса. После этого пять экземпляров секретной разработки, регламентирующие создание и этапы развития ССО, были отозваны у адресатов и уничтожены. Дело опять задвинули в долгий ящик. В следующий раз о силах специальных операций вспомнили после боевых действий, которые велись в августе 2008-го между Грузией с одной стороны и самопровозглашенными республиками Южной Осетии и Республикой Абхазия, а также Россией с другой. Тогда в очередной раз встал вопрос о низкой организации работы российских силовых структур и, в частности, спецназа. Причем проблема в Южной Осетии была вовсе не в самом спецназе. Воевали они, как всегда, отлично. Другой вопрос – как осуществлялось руководство и координация такого бардака, как тогда, военные не видели со времен Первой чеченской кампании. На этот раз руководство страны и военачальники решили более плотно заняться созданием сил специальных операций. Были подготовлены все регламентирующие документы, сметы, директивы. В 2009 году ССО наконец появились. Друзья, как вы считаете, можно ли было решить вопрос с их созданием как-то более оперативно? Своими мыслями на этот счет делитесь в комментариях под видео. Для начала ССО существовали в сокращенном составе. Они были созданы на базе центра спецназа ГРУ в Солнечногорске. В Генштабе появилось руководство ССО во главе с бывшим альфовцем генералом Медоевым, которое подчинялось непосредственно начальнику Генштаба. Предполагалось, что в будущем в подчинение ССО передадут все бригады армейского спецназа. Но вышло по-другому. Вместо этого бригады передали в подчинение сухопутным войскам. А две из них в рамках оптимизации вообще расформировали. Легендарных 67-й Бердской и 12-й Азбестовской бригад теперь не существует. Однако проект по передаче армейского спецназа сухопутчикам признали провальным. Все специалисты и сами офицеры окрестили его не иначе, как убийство спецназа. Основное отличие сегодняшних ССО заключается в том, что его бойцы могут действовать за пределами территории России. В государствах, с которыми наша страна не находится в состоянии войны и могут, как гласит устав, применять методы и способы боевых действий, не характерные для обычных сил. Разведывательно-диверсионные, подрывные, контртеррористические, контрдиверсионные, контрразведывательные, партизанские, антипартизанские и другие действия. За этой сухой формулировкой официального документа стоит невероятно рискованная работа, которую нагляднее всего бойцы продемонстрировали во время операции в Сирии, куда по приказу командования они были переброшены для борьбы с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ. Там военные занимались разведкой, уничтожением командиров террористических группировок, корректировкой огня нашей авиации и многими другими задачами, которые еще долго будут находиться под грифом секретности. В марте 2013 года Валерий Герасимов впервые открыто сообщил, что структура существует и занимается плановой работой. В конце апреля на Кавказе были проведены учения ССО, освещать которые пригласили избранных журналистов. О нынешней структуре командования ССО достоверной информации нет. Вероятнее всего она подчиняется напрямую начальнику генерального штаба, а основной боевой единицей является спецназ «Синеж» из подмосковного Солнечногорска. Кроме него к операциям ССО предположительно привлекаются 45-й отдельный полк ВДВ, некоторые роты бригад спецназа ГРУ и транспортная авиация. Ну и давайте вспомним самые известные на данный момент операции ССО, большая часть информации о которых засекречена. Так, во время одной из них дело было под Алеппо. Одна из многочисленных вражеских группировок атаковала сирийские правительственные войска на этом участке. В один из дней наши бойцы, как обычно, находились в районе расположения сирийской армии. Как вдруг начался мощный артобстрел. Сирийцы отступили, чем не приминули воспользоваться боевики. Они планировали взять господствующую высоту, однако внезапно оказались под огнем. Выяснилось, что в отличие от сирийцев, 16 бойцов ССО не побежали, а приняли бой. Батальон боевиков использовал артиллерию. На позицию был также отправлен шахид-мобиль под прикрытием бронетрактора. Били из танков, гардов, штурмовали на двух БМП, но наши солдаты уничтожили всю эту технику с помощью управляемых ракет. В первый день они отбили более четырех атак. Ночью бойцы заминировали подходы, что стало большой неприятностью для боевиков. На следующий день террористы предприняли еще несколько безуспешных вылазок. За полтора дня было отражено около десяти атак, после чего враги отступили. На поле боя осталось 300 трупов. Наши вышли из боя без потерь. Лайк такому профессионализму бойцов. Обязательно ставим его видео. Похожий случай произошел в августе 2017-го. Отделение из пятерых бойцов ССО прибыло на блокпост сирийской армии, который контролировал движение на участке дороги Акербат-Ас-Сухне. Внезапно на блокпост напали несколько десятков боевиков. Часть сирийских военных была убита, а часть сбежала. Нашим ничего не оставалось, как принять бой. Вскоре из-за шквального огня почти все члены команды получили ранения. Невредим остался только самый молодой боец, ефрейтор Денис Портнягин. Взяв пулемет, он в одиночку стал отстреливаться. Через какое-то время в его пулемет попала пуля, и он вышел из строя. Денис продолжал отбиваться автоматными очередями и гранатами. Во время небольшой передышки ему удалось выйти на связь со своими и вызвать подмогу. Когда боевики подобрались ближе, в дело вступила наша артиллерия. Она отсекла подкрепление бандитов, после чего место зачистили наши вертолеты. Когда к блокпосту подоспело подкрепление сирийцев, то все бойцы уже держали в руках гранаты, готовясь себя подорвать, чтобы не попасть в плен. В итоге все выжили. Денис Портнягин был представлен к награде Герой России, которую ему вручил лично Владимир Путин. На этом все. Подписывайтесь на канал и до связи.